добрый день друзья мои сегодня мы с вами будем делать вот такие малые формы из нашего любимого розового алебастра здесь вот у нас есть венера из гипса гипс умный гипс хороший материал но алебастр все-таки я люблю больше во первых потому что он пористый и он может работать ароматизатором добавляем несколько капель вашего любимого масла и наша венера долгое время распространяет замечательные ароматы он сейчас питается и потом будет отдавать этот запах и как обычно самая большая сложность это форму форму мы делали сами из силикона вот это китайский силикон он более плотной марки 15 вот это более мягкий это наш отечественным замечательный силикон десятой марки вот из этих двух формы и сделаю вот таких венер побольше и поменьше и начнем с приготовления раствора все как обычно единственное что могу сказать что лучше брать для скульптурок вот такие вот лотки чтобы слой раствора был довольно тонким чтобы лучше выходили пузырье воздухом не рассчитана пропорция сразу на двух венер на две формочки и раствор мы будем разводить как всегда больше чем воду здесь тем что здесь нам важно чтобы на венере не было пузырьков поэтому мы наливаем воду и в нее засыпаем алебастр по принципу ситочка рассыпаем его над водой это надо для того чтобы не образовывались лишние пузыри мы сейчас отсчитаем нужное количество частности на две такие венеры у меня уходит 7 ложек алебастров и 7 8 я пока болтала сбилась 5 6 7 видите вот эти пузырьки нам надо выпустить мы его замешиваем и оставляем набухать сами займемся формами наша задача скрепить вот это вот место из которого мы потом будем извлекать лениров скрепляем плотно в этот шов как можно меньше затекло и вторая форма форма почти готова и чтобы не образовывались пузырьки на поверхности наших венер они в основном образуются и на самой текстуре и вот на всяких таких вот острых местах на груди под рукой чтобы их не было нам надо пролить форму внутри обычно мыем раствором мы берем серия и воду сульверизатор и вот так вот тщательно обмыливаем ее внутри первая и вторая особенно вот в этих местах видите где будут могут оседать пузырьки вот на этих острых местах на складочках на руках форма готова аллибастер у нас набрал воду вот так выглядит наш раствор он у нас получился довольно жидкий равномерный и вот аккуратно рукой гоняя пузырьки переливаем его форму целым конечно ее нужно еще от стучать чтобы выпустить имеющийся там воздух фактически мы работаем вибростолом мастерской она стоит нормальный вибростол учитывая что мы это делаем небольших масштабах для себя можно и постучать секунд 5 10 много не надо ну и вот эти вот образовавшиеся пузырьки можно просто снять пальцем вот прошло 10 минут мы можем извлекать наших венера с формы снимаем скотч форму видите венера получилась замечательно вот здесь на месте шва у нас все равно есть вот такая вот неровность ее мы сейчас уберем уберем при помощи наждачки и вот здесь вот есть небольшой затек который легко убирается ножом также мы убираем хвостик остатки от волос и для большей аутентичности видите слишком гладко обрежем это место чтобы было ощущение сколотой головы и вторая форма форма хорошая поэтому фигурка извлекается довольно легко и вот тут небольшой затек лебастол убираем ножичку можно зачищать наждачкой наждачку берем самую тоненькую фактически нам нужна не шлифовка а полировка и чтобы венеры были более гладким и будем это делать под струей воды теперь для того чтобы они окончательно высохли нам надо еще пару дней тогда алебастр наберет полную твердость и тогда мы можем капать на нее ваше любимое ароматическое масло и наши венеры кроме прочего будут вы замечательными ароматизаторами и на этой радостной ноте остается только пожелать вам жить просто красиво и счастливо увидимся пока